Привет! В свое новое видео я хотел посвятить обсуждению темы дизайна и в самом широком смысле этого слова. То есть, как применить базовые принципы работы дизайна к видеомейкингу для построения композиции, работы со светом, цветом и так далее. И, наверное, перед началом видео важно оговориться, что я сам не дизайнер, никакого профильного образования не имею, но, так сказать, по долгу службы должен в нем разбираться. Поэтому в данном видео мы сегодня обсудим, как работает дизайн, какие у него базовые принципы и как их можно использовать при работе с видео. И что еще немаловажно, что можно считать хорошим дизайном. Тоже этот вопрос затронем. Всем смотрящим я не могу не напомнить про лайк, подписку, комментарий. Так работает YouTube, ребят. Я должен постоянно вам напоминать, иначе вы забываете о том, что эти топки вообще существуют. Поэтому лайкаем, подписываемся, комментируем, все увиденное, обо всем высказываем свое мнение. И важный момент. Если вдруг у меня на канале появился какой-то салютный дизайнер, который не просто я дизайнер, а который прям я дизайнер, твой комментарий будет мне особенно важен. Напиши, пожалуйста, какую-то конструктивную критику в комментариях, или же наоборот дополни о том, что ты также считаешь важным сказать в данной теме. Буду тебе очень сильно благодарен. Ну и когда мы со всеми вступлениями закончили, можно переходить непосредственно к теме видео. На мой взгляд, одной из важнейших характеристик хорошего дизайна является ясность. То есть зритель должен понимать, что ты хочешь ему донести. И самым первым и очевидным способом добиться ясности является контраст. Как можно создать контраст? Например, сочетанием цветов. Остановимся пока на этом. Сочетать цвета можно довольно просто с помощью цветового круга Иттона. Существуют разные цветовые схемы, но, наверное, самый популярный — это комплементарная, когда мы берем два противоположных цвета и сочетаемых. Это можно, например, наблюдать в моем предыдущем видео, когда у нас основной цвет красный и второстепенный зеленый. Пример комплементарной цветовой схемы можно увидеть в левой части кадра. Зеленое растение контрастирует с фиолетовой толстовкой. Это классическое сочетание, которое можно увидеть в классическом образе Халка. Контраст — это четкие и понятные границы, которые как раз и хорошо обеспечивают комплементарная схема. В правой же части кадра можно увидеть уже последовательную схему, о которой мы будем говорить далее. Мое видео — это хороший пример того, как можно сочетать и цветовые схемы через один цвет. Интересный прием. Довольно простой принцип. Или же можно взять два соседних цвета. Такая схема будет называться последовательной. Если же ты считаешь, что у тебя нет какого-то своего особенного видения, то можно просто воспользоваться сервисом Adult Color и посмотреть там уже готовые подборки цветовых палитр. Или же можно, просто задав определенные параметры, создать свою цветовую палитру. Возвращаясь к моему утверждению о том, что контраст — это понятные границы, можно также вспомнить о размывании фона. Так мы сможем создать контраст между главным объектом в кадре и какими-то второстепенными объектами, которые просто его заполняют. Это тоже своего рода контраст, который также третет нам и, что немаловажно, объем в картинке. Контраст также может быть и в шрифтах. Я думаю, что не сделаю для тебя открытие, если я расскажу тебе о шрифтовых парах. Можно не заморачиваться и использовать уже какие-то готовые шрифтовые пары, которые довольно просто гуглятся. Ну и порассматривав их какое-то время, довольно быстро становится понятен принцип, по которому они сочетаются, и уже после этого можно создавать какие-то свои шрифтовые пары. Так мы создаем объем между главным текстом на картинке и второстепенно. И когда мы говорим о шрифтах, тут также важно помнить о фоне, на котором расположен тот или иной текст. Сам шрифт должен с ним обязательно контрастировать. Вот пример плохого подбора цвета фона и шрифта. Яркий голубой и яркий салатовый. Возможно, конечно, это авторская задумка продакшена шоу, чтобы зрителю также не был понятен вопрос и сразу тебя таким образом погрузили в игру. Но мне кажется, если вопрос пишется титром на экране, то должен быть различим. В некоторых случаях для этого можно использовать тень, но она имеет сильное влияние на общую композицию и не всегда может быть уместна. И также на фоне с большим количеством деталей не стоит использовать шрифты с засечками, а использовать более жирные и простые визуально-планиши шрифты. Подведем небольшой промежуточный итог. В хорошем дизайне важна ясность. Ясности мы набиваемся с помощью контраста, ну а контраст мы создаем с помощью сочетания цветов, шрифтов, форм или же подчеркиваем его размытым фоном. Попробуем копнуть немного глубже. А можно ли считать контрастный и понятный дизайн хорошим? Хорошим. Но как минимум не во всех случаях. Скажу еще одну очевидную вещь, но в дизайне важна идея. И вот идея, присутствующая в твоей композиции, это уже довольно весомый аргумент, чтобы походить во вкус. Если мы говорим о рекламном баннере или превью для видео, то их идея может сочетаться с темой видео или дополнять ее. Она может ее как-то по-особенному раскрыть или создать интригу. В общем, идея — это, не побоюсь этих громких слов, душа дизайна. И если с контрастом все предельно понятно, он определяется чисто визуально, то с идеей все несколько сложнее, потому как она может быть сэвалированной или же быть на поверхности, или вообще все вместе. Идея подчиняет себе и концентрирует в себе всю суть твоей работы. И главная проблема в том, что это наиболее творческая ее часть. Ее нельзя чем-то измерить, тут уже как подач. Но здесь есть один элемент, который мы можем использовать максимально практично. И он не то чтобы напрямую зависит идеей, но может также существовать и без нее. Это ритм и повторение. Повторение, как идея, связывает в себе элементы твоей работы, то есть делает ее более цельной, структурирует ее и помогает быть узнаваемой. И здесь речь не то чтобы о глубоком смысле, а больше о математической составляющей. Отступы, полутона, стиль, какие-то элементы, интервалы, все это должно регулярно встречаться и быть подчинено одному стилю. Ритм немного отличается от повторения. Ритм создает последовательность. Напомню, повторение делало картину цельной. Надеюсь, разница понятна. Ритм можно разделить на разные типы. Регулярный. Все элементы имеют одинаковый интервал, в чем бы он ни выражался. Время, скорость, размер и так далее. В контексте съемки и монтажа это можно применить к монтажу под бит, когда мы склейки располагаем через равные интервалы. Или если мы изменение какого-то эффекта подвисали к музыке. Например, в авторе можно применить динамику изменению к сгенерированному эквалайзеру. Случайный. Повторение с изменением. Такой ритм не имеет различимого рисунка. Чередующийся. Следует шаблону. Как, например, метронома барабанщиков выделяет слабые и сильные доли. Плавный. Следует плавным изменениям, как волны. И паттерн. Это предсказуемо изменяющийся шаблон элементов. Все эти типы ритма можно применять для передачи динамики и ощущений. Типа расслабленности или, наоборот, тревоги. Идем дальше. Наполненность. Неважно, занимаешься ли ты 3D-моделированием, видео или графическим дизайном. Твой метафоричный хост должен быть заполнен. Ты ведь художник, занимаешься творчеством, и если для твоей фантазии хост это много, то тебе следует тренировать на осмотренность. Например, врубаем какой-нибудь кинопоиск, топ-250, и идем по списку. Это, кстати, челлендж мой на ближайший месяц. Или, например, открываем Bimeo, плейлист StopPix, и смотрим, пока не надоест. Меня, например, чужие творческие задумки вдохновляют на придумывание своей. Как-то это заставляет мой мозг по-другому работать. Так, отвлеклись. Наполненность. С одной стороны, можно понять мои слова, как то, что мы не оставляем свободного пространства. Все наполняем какими-то фишками, элементами, монтажом и так далее. Да, удерживаем внимание зрителя. Подобные работы интересно смотреть. Они динамичные, яркие. Ими проще впечатлить и привлечь. Посмотри сейчас на модные прививки на ютубе, и поймешь, о чем я говорю. В данном вопросе важно не забывать про правила построения кадра. Я говорю, например, о правиле третей, когда мы делим экран на сетку, и важные объекты мы располагаем в точке пересечения прямых. Или же о золотом сечении, когда мы строим на экране закручивающуюся кривую, и в ее центре мы располагаем самый главный объект. Внимание. Также кадр можно строить по принципу баланса. Например, симметрия, когда левая и правая часть повторяют друг друга. Или асимметрия, когда левая и правая части не повторяют друг друга, но имеют одинаковый визуальный вес. Также еще существует радиальная симметрия и вертикальная, но их сложнее применить к теме видео, поэтому мы не будем заострять на них внимание, но будем помнить, что они существуют. И с другой стороны, как бы это парадоксально не звучало, но пространство может быть заполнено пустотой, которая тоже несет в себе определенный смысл. Посмотри на работы любого режиссера, который у тебя на слуху, не обязательно из большого кино, это может быть реклама или клипы, у них также может быть куча свободного пространства в кадре. И даже в больших и дорогих ресторанах многие блюда подаются на больших тарелках, которые не заполнены процентов на 15. В этом тоже есть смысл и барабанная дробь, идея, о которой мы с тобой говорили ранее. Пустота может служить для понимания размеров объектов в кадре или наоборот дезориентации. Она может погрузить тебя в нужное настроение. Она может сконцентрировать твое внимание, чтобы ты получше что-то рассмотрел. Пустота — это такой же инструмент, который нужно умело использовать. Используя эти принципы, о которых мы сегодня с тобой поговорили, можно создать интересную композицию. И сценарий для данного видео я писал о том, что сам действительно знаю и использую в работе. Надеюсь, данное видео было тебе полезно. Надеюсь, тебе было интересно. Напоминаю про лайк, подписку, комментарий. Ну и на этом у меня на сегодня всё. Я с тобой не прощаюсь. Встретимся с тобой в новых видео. Всем пока.